Сегодня имена двух кандидатов на звание почетного гражданина Хабаровска и информацию о них передали в городской парламент. Кто претендует на этот титул и за какие заслуги, расскажет Яна Коробицына. В этом году на звание почетного гражданина Хабаровска претендуют два кандидата. Каждого поддержали минимум семь организаций. Первый ветеран Великой Отечественной войны Иван Карташов. Прошел войну с 41-го до 45-го. Теперь активный член ветеранских организаций. Часто встречается со школьниками и рассказывает им о войне. Иван Федорович сегодня проводит большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Является членом районной комиссии по работе с молодежью наставников и почетным ветераном кадетской школы. Второй кандидат в мастер спорта по боксу Евгений Тимофеев. Бронзовый призер Советского Союза. В 1994 году возглавил Дальневосточную федерацию бокса. За это время помог открыть в городе 47 новых залов и сохранил для детей бесплатные занятия в секциях. В 2002 году организовал кубок мэра Хабаровска, куда со всего Дальнего Востока съезжаются более 100 спортсменов каждый год. Возродил турнир памяти героя Советского Союза Константина Короткова. В 2013-м помог впервые провести в нашем городе чемпионат России по боксу. Для этого привлек 6 миллионов рублей. Это действительно достойнейшие люди. Достойнейшие. И участник Великой Отечественной войны, и тот человек, который посвятил всю свою жизнь боксу. Не только сам им занимался, но и воспитал плеяду прекраснейших боксеров. Плеяду. Подержать кандидатов можно на сайте администрации до 15 мая. Кто получит звание почетного гражданина в этом году, определит специальная комиссия до конца мая. Яна Коробицына, Александр Марченко. Смотри Хабаровск. Кстати, не обязательно, что из двух кандидатов уберут только одного. Не раз бывали случаи, когда звание присуждали сразу двоим. Кроме того, для обладания титулом не обязательно быть даже хабаровчанином. Например, среди почетных граждан президент кардиологической клиники из Южной Кореи, который много сделал для Хабаровска и хабаровчан. Продолжение следует...